Открытый Кубок Беларуси по плаванию – важное событие в спортивной жизни нашей страны. Традиционное соревнование включено Международной Федерацией Фина как отборочное на чемпионат мира. В будущем году в Будапеште на нем встретятся лучшие пловцы из разных стран. Упустить такой шанс не представлялось возможным для участников Кубка Беларуси. Показать себя съехали сильнейшие представители спорта со всех регионов Синекой, а также из России, Казахстана и Литвы. Для многих из участников это отличный шанс потренироваться перед грядущими 31-ми Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. К сожалению, не приехало большинство зарубежных участников, потому что сильнейшие готовятся к Рио. Представлены зарубежные команды только отдельными представителями. Соревнования достаточно серьезного уровня, хотя наши сильнейшие пловцы, которые будут участвовать в Рио, они не покажут своих самых лучших секунд. Эти соревнования являются проходящими. Основной старт для нашей национальной команды – это, безусловно, старт на Олимпийских играх. 249 участников в этом году соревнуются в Кубке Беларуси по плаванию. Варианты 30 спортсменов представляют Брестскую команду. По итогам первого дня в целом область на втором месте, и это только начало. Первый соревновательный день стал удачным для пенчанина Ильи Шимановича. Спортсмен показал рекордное время. Пловец тренируется в Минске, мечтает об Олимпийских играх, предвкушает соревновательную борьбу и уверен – достойно представить страну на главных стартах четырехлетия. Вчера был шокирован, конечно, результатом своим. Я сюда приехал, не готовясь, под нагрузкой, просто не из-за мрача результата. Я отработал просто свои элементы и все. Конечно, результат 1-0-0-40. Это превышает лимит А на Олимпиаду. Вместе с подопечным многократным рекордсменом Беларуси, чемпионом Европы по плаванию Евгением Цуркиным. На соревнования в Брест приехал его тренер, итальянец Андрео Денино. Подготовку к Кубку Беларуси начали с июня. Первый соревновательный день задал отличный старт. Комфортные условия благоволят новым рекордам. Белорусский плавец под руководством опытного наставника оттачивал мастерство в Брестском комплексе. Бассейн шикарный. Я неоднократно это говорил вашим представителям средств массовой информации. Нам есть чему поучиться у белорусов. В Италии нет таких больших комплексов, как в Минске или в Бресте. В Бресте есть все условия для спортсменов. Богатое оснащение дворца, высококачественное оборудование. Здесь бы с большим удовольствием тренировались сильнейшие спортсмены Германии, России и других стран. Судя по результатам участников соревнований, сомнений не возникает. Плавцы всерьез настроены на победу. Стимулом для каждого из них является путевка на престижные соревнования. Будапештский чемпионат мира по водным видам спорта 2017 года. И, конечно, олимпийские старты. Говоря о будущих Олимпийских играх, в Белоруссии немало громких имён. Александра Герасименя, Евгений Цуркин, Павел Сенкевич. Есть и достойные представители молодого поколения. Поэтому, я считаю, белорусов ждут большие успехи на престижных соревнованиях по плаванию. София Бережная, Юрий Киндин, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.